Приветствую всех любителей игры миллионов на своем канале Футбол Сан. Представляю впечатление про матч двадцатого тура испанской Ла Лиги 2023-2024 Альмерия-Жерона. Последняя на данный момент команда испанского чемпионата с первых же минут заперла гостей возле их штрафной галкипер Гасанига парочку раз откровенно выручает свою команду. Артем Добык впереди мяч не получает вообще. Первый контратакующий выпад получился у Жероне на пятнадцатой минуте, когда Дейли Блинт, с предела в штрафную, проверил на бдительность вратаря Альмерии Машимиану, который отразил удар и мяч к набегавшему Добыку не попал. На тридцать пятой минуте мяч чудом не залетел в ворота Жероне, когда почти в упор пробивали Арибас и Эмбарбо, но только помешали друг другу и мяч вместо сетки пошел в сторону от рамки. А дальше еще и защитник Гонсалес в штрафной Жероне мастерски разобрался с двумя своими коллегами-соперниками, перебросил через них мяч и пробивал под перекладину. Добык не успел помешать удару, но выше ворот. Что происходит с Жероной? Команда просто неузнаваема. Ее возит как хочет команда, которая еще не имеет побед в Ла Лиге, для которой и ничья в радость, а всего их ничьих ровно пять у Альмерии. Второй удар в створ ворот соперника футболисты Жероне нанесли на последней минуте добавленного арбитром к первому тайму времени, когда после навеса со штрафного Валери Фернандес в борьбе, нагнувшись, подсек затылка мяч, который парашютом опускался под перекладину, что стало легкой добычей голкипера Альмерии. Добык был на чеку рядом, но зря выжидал на ошибку Машимиану. Была надежда, что в перерыве наставник Жероне Митчелл наставит на путь истинный своих подопечных, и команда Дубека снова врубит тот рок-н-ролл на поле, за который она и полюбилась всем. Но практически ничего не поменялось. Футболисты Альмерии при поддержке трибун атаковали и опасно пробивали, а единственный в первые 10 минут второго тайма навеса в центре хозяйской штрафной снял с головы Дубека голкипер. На 57 минуте, дабы усилить игру Жероне, Митчелл выпускает Виктора Цыганкова и Джона Солиса, а на 65-й убирает с поля Фернандеса и Дубека, который по сути был плотно перекрыт опекунами, да и почти всегда Дубека меняли после часа игры, независимо от результата. Вышли Савио и Стуани. Но не гораздо Жероны продолжились. На 80-й минуте за фол последней надежды был удален Алиш Гарсия. После удара со штрафного у толчье у ворот мяч прошел мимо штанги, пронесло Жерону, но только в данном моменте, ведь доигрывать теперь нужно в десятером, да еще в матче, когда игра у команды откровенно не идет. Парочку опасных моментов Цыганков для своих партнеров организовал, но их удары вовремя блокировались соперниками штрафной. И вообще, для Жероны это очко приобретение, а вот для Альмерии, которая вполне могла и выиграть, это утрата. Тем не менее, несмотря на нули, Жерона набирает 49 очков и выходит в единоличные лидеры Ла Лиги. Реал Мадрид 48 с игрой в запасе, по 41 баллу имеют Атлетик Бильбао и Барселона, Атлетика Мадрид 38. Болеем за наши команды, с вами был Саныч, до новых встреч.